Volkswagen Tiguan 2021 модельного года подвергся рестайлингу и получил обновленную внешность, а также несколько новых инновационных систем, включая адаптивный круиз-контроль Travel Assist, претендующий на статус автопилота. Ему по силам следить за разметкой, читать дорожные знаки, разгонять и тормозить кроссовер, но обязательным условием его работы выступает нахождение рук водителя на руле, это контролирует специальный датчик. Для нового Tiguan также слегка пересмотрена линейка дизельных моторов, а помимо массы модификаций с ДВС производитель сразу подготовил две дополнительные версии, заряженную Tiguan R и гибридную E-Hybrid. Рестайлинг Volkswagen Tiguan 2021 — одно из самых значимых событий текущего года для Volkswagen, поскольку на этот раз модернизации подвергается самая массовая модель компании. По итогам 2019 года паркетник, нашедший свыше 910 тысяч новых владельцев, обошел по объемам продаж Golf, тогда как общее количество реализованных по всему миру Tiguan достигло 6 миллионов. Кроссовер получил новые бампера, причем на переднем свесе появились стильные бумеранго-образные накладки. Фальш-радиаторная решетка стала больше, но сохранила свою архитектуру с горизонтальными ламелями, которые удачно гармонируют со светодиодными полосками головной оптики. Корпус передних фар скопированы с нового Golf, а уже в начальном оснащении паркетник будет оснащаться LED-светотехникой. При возможности и желании доплатить, владельцу нового Tiguan может достаться более современная матричная оптика IQ, lights-функции и смены направления световых пучков. Изменились и задние фонари автомобиля, которые теперь тоже изначально будут светодиодными. Среди прочих заметных изменений, увеличены и получившие хромированную окантовку воздухозаборники на переднем бампере. Боковые и кузовные элементы автомобиля, похоже, останутся прежними, а вот слегка измененная пластика кормы станет больше напоминать таковую у того же восьмого Golf. Салон Volkswagen Tiguan 2021 модельного года продолжает оставаться образчиком лаконичности и консерватизма. Об обновлении интерьера Tiguan будут свидетельствовать лишь сенсорные кнопки на рулевом колесе и такие же органы управления на панели климат-контроля. Еще одним новшеством можно считать модернизированный медиакомплекс MIB3, который может управляться посредством сенсорного дисплея стандартной диагональю 6,5 или увеличенной до 9,2. Функционал системы расширен за счет голосового управления, поддержки ECM, а также синхронизации с интерфейсами Android Auto и Apple CarPlay. Volkswagen Tiguan 2021 года в европейской спецификации сохранит все прежние бензиновые двигатели. В ряду дизельных произойдут изменения, двухлитровые TDI теперь будут иметь варианты форсировки на 122, 150 и 200 лошадиных сил. От самого мощного битурбомотора выдававшего 240 сил, в Volkswagen решили отказаться по причине его относительной вредности, которая хоть и не превышает действующих норм по уровню выхлопа, но сильно снижает средний показатель по всем моторам. Коробки передач в новых Tiguan останутся прежними, это шестиступенчатая механика и семискоростной робот DSG. Отдельного внимания заслуживает Tiguan Hybrid, который оснащается турбированным TSI объемом 1,4 литра, роботизированной коробкой и электромотором, повышающим общую мощность силовой гибридной части до показателя в 245 лошадиных сил. В зеленом режиме и Hybrid способен преодолеть не более 50 километров, причем максимальная скорость на чистой электротяге будет принудительно ограничиваться на уровне 130 км в час. Внешне модификация R отличается 21-дюймовыми колесными дисками, более агрессивными бамперами, спойлером и двумя патрубками системы выхлопа, которые опционально можно заменить на настоящий спортивный Акрапович. Такая версия предлагается с иными настройками шасси и усиленными тормозами, а в салоне ее владельца ждет легкий контрастный декор. Кроме того, на горячем Tiguanе управление полноприводной трансмиссией дублируется с помощью подрулевых лепестков переключения передач, пламенным сердцем Volkswagen Tiguan R-версии выступает 320-сильный бензиновый TSI объемом 2 литра мотор. Ему ассистирует робот, тогда как в систему полного привода дополнительно внедрен модулер Performance Torque Vectoring. Его задача — менять тягу между колес задней оси и имитировать работу активного дифференциала, добиваясь лучшего сцепления и лучшей динамики. Теперь поговорим про российский рынок. Обновлению подвергнется и российская спецификация немецкого кроссовера. Правда, производитель уточняет, что это произойдет позже и по особой программе. В Европе же новый Volkswagen Tiguan 2021 модельного года поступит в автосалоны компании не позже августа. Исключение — комплектация Tiguan R, которую выпустит на рынок в конце осени. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал, для того чтобы всегда оставаться в центре актуальных автомобильных новостей.